Привет! Купил новую эксцентриковую шлифмашинку Ryobi ROS 300A. Заказал её на все инструменты за 3800 рублей по акции. Давайте посмотрим, что входит в эту цену и каковы её характеристики. Ну, во-первых, к этой машинке идёт набор наждачных дисков. И, к слову сказать, отдельно я покупаю такой набор за 600 рублей. Далее у нас гарантийный талон, который позволяет зарегистрировать инструмент на сайте и сделать расширенную гарантию до 5 лет. Ещё инструкция, ну и сама машинка. А, забыл самое первое. Это мягкая переносная сумка. Хранить машинку в ней я, конечно, не буду, а скорее кину её в багажник машины для перевозки чего-либо. Но всё равно приятно. Шнур у машинки совсем не маленький, 3 метра, да и толщина тоже достаточно внушительная. Все характеристики можете увидеть на экране или посмотреть по ссылке в описании. Синий индикатор всегда будет говорить о том, что машинка в сети. Регулировка скорости в машинке, мне кажется, наверное, не в очень удобном месте расположена. Потому как постоянно двигать рукой можно, в принципе, переключать обороты. Но это нужно проверить на деле. Кнопка включения расположена справа с соответствующим значком «КУ». Чтобы выключить, нажать с другой стороны. Насчёт удобства нужно пробовать, не знаю. Вроде нормально. Также имеется пластиковый пылесборник, и в отзывах вроде как пишут, что не обязательно даже будет использовать пылесос. Это мы как раз таки сейчас и проверим. Кстати, что очень приятно, в комплекте имеется 20 наждачных дисков. Начиная с 60-й зернистости, заканчивая 240-й. Ну, к примеру, давайте поставим сотую зернистость. В комплекте нет специальной пластиковой насадки, которая поможет устанавливать диски ровно в отверстия. Так что я воспользуюсь та, которая у меня шла в комплекте с бошевской машинкой. И, кстати, бошевская машинка работает. В ней просто подошва с липучки уже стерлась, и диски особо не держатся. Но проблема, наверное, больше не в этом, а в том, что купить или заказать новую подошву в моём городе оказалось не так уж легко. При работе чувствуется неплохой поток воздуха из циклона. Так, ну давайте теперь что-нибудь пошлифуем. Допустим, сосновый щит. И что насчёт ровности подошвы. Как видите, машинку не кидает из стороны в сторону, а значит, плоскость достаточно ровная. И ещё один момент. Перед покупкой я проверил, сколько стоит запасная опорная тарелка на эту машинку. И что удивило, запасная тарелка стоит всего 511 рублей. В отличие от опорной тарелки на мой старый бош. Она стоит 1900. Ну и вдобавок её и в наличии нет. Мощность у машинки 300 ватт. Это не то чтобы высокие, а скорее средние показатели. Но при работе чувствуется, что машинка серьёзно так вырывается, когда пытаешься её прижать сильно к заготовке. На шестой скорости, конечно, не слышно самолётов, которые пролетают рядом. Поставил 180-ю зернистость. Посмотрим, вылетает ли совсем мелкая пыль. Так, теперь попробуем открыть наш пылесборник. Отсоединили. Что самое интересное, когда я первый раз открывал свой пылесборник в БОШе и закрыл его обратно, впоследствии вся пыль вылетала через все щели. Посмотрим, как это будет здесь. Очистили бумажный фильтр и собираем всё обратно. Устанавливаем. Есть. Устанавливаем обратно. Хоть здесь и написано микрофильтрация, но всё-таки из потока воздуха, который выгоняется из циклона, чувствуется даже на глазах, что какое-то количество мелкодисперсной пыли всё равно выходит. Ну и всё-таки после третьего уже открывания-закрывания я проверил, по периметру нигде пыль не выдувается. То есть закрывается она достаточно герметично. В общем, если подытожить, то имеющийся циклон справляется с работой процентов на 70, может даже меньше. Но я там в любом случае буду работать в паре с пылесосом, что и вам настоятельно рекомендую. Так что берегите свои лёгкие. Так, что касается подключения пылесоса. У меня есть наличие керхер, и в комплекте у него была вот такая резиновая насадка-переходник под разный диаметр. В мой старый Bosch входила самая тонкая насадка, но здесь, скорее всего, нужно будет перевернуть её и устанавливать уже вот так. И вот здесь она, конечно, вставляется не так уж, чтобы удобно, но зато очень плотно. Итак, подключим через пылесос в розетку. Всё ли работает? О да! И в паре с пылесосом, конечно, лучше надевать наушники. Единственный момент, шнур в машинке действительно достаточно большой, и он куда длиннее, чем шланг-пылесос, и поэтому он постоянно валяется на полу. Но самое интересное, такой длинный провод будет очень полезен при шлифовке шпаклёванных стен у меня дома. Туда мы и отправимся. Ну и теперь проверим, как он себя ведёт на шлифовке стен. Поставим на троечку. Включаем. При шлифовке стен, мне кажется, удобнее держать машинку у основания, так меньше вероятность её завалить. И ещё, к моменту записи ролика, я публиковал пост о том, что купил такую модель шлифмашинки. И мне почти сразу прилетело пару комментариев о том, что машинка, мягко говоря, не очень. И если честно, это очень сильно разнится с теми отзывами, которые есть на сайте всей инструменты. И хоть почти все пишут, что недостатков мне нет, я определённо точно согласен с комментарием под постом, что штатное пылеудаление работает плохо, и от этого засыряется подшипник на эксцентрике. И вследствие этого тарелка почти сразу начинает раскручиваться на все свои 7000 оборотов. Ну, я думаю, здесь понятно, что работает только с пылесосом. Я поработал на ней один день, и, как видите, на первой скорости тарелка сразу раскручивается. Справедливости ради скажу, что Bosch у меня так же быстро раскручивается на первой скорости. Правда, число оборотов у неё куда меньше, всего 2000. Но, скажу так, на саму работу машинки это никак не влияет. Потому что при малейшем сопротивлении тарелка останавливается и работает в штатном режиме. Резюмирую. За цену в 3800 рублей, мне кажется, это отличный вариант. Но посмотрим, как она поведёт себя в будущем. Ну, а на этом всё. Если видео было вам полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!